По моему мнению, ОБСЕ должен скоперироваться и с Евросоюзом, и вместе работать. Работать с диктаторами или не работать? Если работать с диктаторами, если есть какие-то экономические интересы, то как можно повлиять на гуманитарную сторону? Ведь экономика – это, прежде всего, для человека же. Почему должен страдать от этого человек, простой человек? Например, для Казахстана этот договор с Евросоюзом может быть и важен. Хотя я сомневаюсь, при такой коррупции получит ли народ от этих поступлений какие-нибудь деньги. Но если бы Евросоюз, заключая договор с Казахстаном о сотрудничестве об экономическом обмене, первым делом поставил бы первым пунктом права человека, вторым пунктом свобода слова, третьим пунктом демократические ценности и четвертый пункт уран, пятый пункт газ, тогда надо сотрудничать. Потому что договор вынуждает казахстанскую власть работать для людей, для местного населения. Или же контролировать доходы, чтобы народ контролировал, народ распределял эти доходы. Тогда да, можно сотрудничать. А при таком раскладе, который я уже узнал, общаясь с участниками круглых столов, участниками совещания, которые уже не один год приезжают сюда, здесь уже образовался какой-то свой круг, который хвалят ОБСЕ. Они сами это признают, создают имидж такой хороший для ОБСЕ. Они сами говорят, что в этом году очень много критики в адрес ОБСЕ. Потому что нет результата работы. Ежегодно собираемся, жалуемся, говорим одно и то же, а все хуже и хуже становится. Потому что ОБСЕ не принимает, не решает проблемы. У него нет такой полномочий. ОБСЕ закрывает глаза на многие вещи. Потому что, ну как так? В 2010 году Казахстан стал председательствовать ОБСЕ. То есть страна, которая уничтожает своих политических противников, оппонентов, Сасимбаев, Нуркодилов. Убивает журналистов, шарибжанов, сажает журналистов, преследует Дуванов и Сергепов и еще много других. Договор будет подписан, но я предполагаю, что власть казахстанская какое-то ослабление сделает. Такое вот ради отвода глаз, как говорится, что-то. Возможно, Володя выйдет на поселение. И Тулетаева выйдет. А так, эта власть, она мстительная. Она не... Это не гуманная власть. Это... Сам Назарбаев, когда посещал Жангузен, он говорил, что нефтяники правы были. Если нефтяники правы, то почему они сидят в тюрьмах? Если нефтяники были правы в своих требованиях, почему Володя Козлов сидит? Почему Роза сидит в Тулетаева? Если они были правы. Где логика? Поэтому не питаю больших иллюзий. Я всегда думал, что ОБСЕ – это очень авторитетная организация, которая может повлиять на ход истории. Оказывается, это просто такой совещательный орган, как при театре есть ходсовет, который ничего не решает. Но совещательный такой орган рекомендует, рекомендует руководство театра. То же самое здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова